Сегодня у нас будет самый необычный выпуск, когда ехал. Предыдущая старая кочерга, которая еле-еле тянула. Пацан к успеху шел. И пришел. Как же классно, лайтбарчик. Спасибо большое, парни. Прям слов нет. Всем привет, друзья, с вами команда HyperPC. Сегодня, буквально следующий день после вчерашнего розыгрыша двух апгрейдов у нас на канале. Как вы помните, мы сегодня уже хотели ехать к победителю за новым компьютером, если он... Ну, за старым компьютером. Если он будет хотя бы в пределе там 400-500 километров от Москвы. Но, как вы видели, нам не повезло, и ближайший победитель был из Петербурга. Так, страница открылась. Санкт-Петербург. Блин! Мы уже начали думать об оперативной отправке компьютера к нам на поезде, как подписчик нам говорит. Ребята, а что, давайте я сам приеду к вам в Москву завтра. Мы, конечно, честно обалдели от такого, но отказаться от такого контента не смогли. Так что сегодня у нас будет самый необычный выпуск вместе с победителем. Мне очень нравится, что вы, подписчики, все чаще начинаете появляться у нас на канале. Поэтому обязательно ставь лайк, чтобы поддержать нас. И не забудь подписаться прямо сейчас на канал, чтобы участвовать и в этом апгрейде, и в следующем. И обязательно, обязательно смотри ролик до конца, чтобы не пропустить условия и старый новый компьютер. Потому что там будет на что посмотреть, я уверен. Все сделали, все готовы, тогда начинаем и идем встречать Илью. Вот тебе сразу сходу первый подарок. Ни фига себе. Дальше еще будет. Первый вопрос, скажи, как доехал? Вы слушай, вполне хорошо. Нормально? Вы с женой менялись, походу, по дороге, да? Да. Я думал, ты приедешь только в 10, приехал в 7. А мы что-то перестраховались. И поехали пораньше. Мало ли чего, пораньше выехали. Ты наш подписчик? Конечно. Давно? Ну, несколько лет. Несколько лет уже. То есть задолго до нового Ютуба, до этого. Да, да, да. До всего. Здорово. Скажи, пожалуйста, вот расскажи подписчикам. Я не так часто встречаюсь с реальными людьми, вот так близко, лично, которые вот выигрывают, до которых ну, как бы дается дозвониться. Как ощущения? Вообще выигрывало что-нибудь когда-нибудь? На самом деле нет. То есть ничего вот такого? Знаешь, вот как-то не верится на самом деле, как знаешь из телевизора человека. Вот тебя вот, ну, как бы не верится, что ты знаешь, где-то из параллельной вселенной ты находишься, где-то там по ту сторону экрана, а потом раз, и ты оказывается живой и настоящий. Это очень... Кричал ура. Ладжина прыгала, кричал ура. Я прям на стриме, я весь стрим. Ты прям на стриме увидел, что ты выпал? Да. Скажи, вот эти, я честно, ничего не выигрывал никогда. Что испытываешь, когда вот так вот хлоп, ты в рандоме выпадаешь, и ты понимаешь, что это я, и все, я сейчас свяжусь, я дам комп, и все, я получил кричал. Я заорал, мне жена говорит, что с ума сошел, что произошло, короче. Я говорю, вот никогда такого не было, и тут неожиданность. Еще ты там говорил, посмотрел 15 тысяч комментариев, и из 15 тысяч именно мой вылетел. Это прям, ну, я не знаю, это очень трудно передать такие вещи. Вот видите, ребят, реально случается, и вот еще раз всем тем, кто не верит и сомневается, что это все правда, вы потом можете связаться с любым из наших победителей и узнать. Это действительно правда, и видите, люди выигрывают китайский рандом, корейский, все-таки вот бывает, бьет, и удача оказывается на вашей стороне. Лиза молодец в этот раз. Давай возьмем твой комп, во-первых, мы должны его протестировать до апгрейда, вот, пойдем, посмотрим, и дальше уже будем думать. Но на самом деле это не один комп, я еще второй привез, который чуть похуже, но он там лежит. Да, давай. Вот это классно. Ой, да это неплохо. Ребят, у нас есть все шансы собрать Франкенштейна, и чтобы вы получили тоже отличный приз. Погнали в студию. Знаешь, Илюх, я очень рад, что ты приехал, и у нас будет такой необычный выпуск, но знаешь, почему я скучаю? По необычным интересным анбоксингам компов. Непонятно, в чем пришлют, непонятно, что напихают внутрь, вот это, конечно, было очень весело. Но, ух ты, нормально вообще. Ты, очень классно, что ты не почистил компьютер. Мы очень любим чистить, продавать. Как есть, хватил. И полетел. И полетел. Еще заодно и апгрейд-центр поработает. Так, ну, корпус уже более современный. Я думаю, что если мы и будем делать Франкенштейна из-за этого, то подписчикам мы, конечно, вот этот вот корпус. Ну, вообще, вполне можно было бы работать и с этим. Я уже откуда-то пылевой фильтр уронил. Снизу. Да, понятно. Так, теперь момент истины. Открываем. Так. Слушай, ну, а внутри чистенько. Ну, видишь, как пылевые фильтры справляются. Здесь прям все, он задыхался, как бы, ну, уже фильтр был весь в пыли. Вот, а внутри, класс. Это точно. То есть, если в прошлый раз я думал, что 1070 это вот наш топ, то это прям топ. Вот, этот видюшечка тоже MSI, класс. Во что ты играешь? Да. Играешь вообще? Конечно. Ну, последнее время в шестую радугу. В радугу играю. Да, потел прям. И сколько у тебя там сейчас? Вообще у тебя монитор Full HD? Да, обычный Full HD. 60 Гц или больше? 240. О, у тебя киберспортивный монитор. Ты нормально упакован, слушай. Ну. И сколько у тебя FPS и какие настройки? Стабильно 120 на максималках. На максималках. Вот видите, какая радуга вообще не требуется для. Есть какие-нибудь игры, которые ты, допустим, хотел бы поиграть, если там видеокарту не позволял или еще чего-то? Ну, хотелось бы, конечно, киберпанк на максималках заценить. РДР второй. Очень хотелось бы. Классно. Вот почему я задал такой вопрос? Мне надо было понять, чем тестить такую машину. Ты помнишь, да? Мы тестим там типа Warzone. У нас как раз есть RDR, который я очень не люблю тестировать, потому что его ни один компьютер не тянет. Понятно, что он очень плохо идет. Радуги у нас нет, но и так понятно, что у него с ней все хорошо. Возьмем более требовательные игры и посмотрим. Так, ну вот теперь вот этот, дружище. Что у нас в нем? Расскажи мне. Я, если честно, про Prod забыл. Это какой-то i3 с Алиэкспресса. Оператива оттуда же, с Алиэкспресса. Ну, какая-то даже. Тут DDR3, да, я так понимаю? Да, 16 гигов. В любом случае уже, то есть вы уже можете понимать, что кто-то получит классную машину. Видеокарта, кстати, выглядит посерьезнее, чем здесь. Но я помню, ты говорил, что это вообще что-то на 2 гигабайт или на 1. На 1, это HD6850. Предыдущая старая кочерга, которая еле-еле тянула. Ну и я почему-то понял, что надо на что-то интереснее переходить. На этой штуке я играл в третьего Ведьмака. Ого! На минималочках, правда, но... На минималочках не ушел. Да? Ну, мы, ребят, точно придумаем что-то нормальное. Его я тестить не буду. Во-первых, не буду занимать эфирное время. Во-вторых, он в таком виде к вам не попадет. Компьютер тестировать я буду по классике один, но Илья здесь стоит прям в полуметре от меня. Так что, если что, он мне будет подсказывать. Мне уже нужна твоя подсказка, пароль какой. О! Парень подготовился. Причем нашел супер старые обои, которые у нас были еще. Мы еще в старом офисе работали, когда нам разработали этот фирменный стиль. Механик-симулятор. Танк-механик. Это симулятор механика танка? А, то есть, типа, ты любишь танки собирать? Интересно, как это выглядит. Итак, спустя 40 минут мы попали в настройки игры. Мы уже забили 3,8 гига памяти из 4 доступных. Как бы все знают, что так забивать нельзя. Вот, когда я выставил Full HD и поставил, типа, хотя бы высокие, то он мне сказал, что видеопамяти не хватает, я не могу запустить игру и скидывал нам на 720 разрешение. Поэтому, чтобы в Full HD, видите, что-то высоко, что-то среднее, что-то даже низко, что-то ультра. В общем, вы видите на своих экранах. Но я постарался выжать по максимуму. Забили всю память, чтобы посмотреть, что в итоге у нас получится. В этот раз РДР-ку будем тестить с сюжетки и с записью экрана. Ну, смотри, ты вполне мог и поиграть. Конечно, графика далеко даже не средняя. FPS PlayStation, так сказать, Xbox. Но она работает. Я думал, будет хуже. Дальше мы нагрузить не можем. Но, в принципе, я понимаю, что это для многих из вас даже такой показатель, ну, реально предел мечтаний. Твой комп впервые, вот, за это, получается, уже шестой выпуск нашего шоу. И это самый мощный компьютер, который приезжал к нам, к нам греть. Ну, в общем, ребят, вы поняли. В начале, в зимнем сюжете у нас 30-35 кадров. Бывает до 40, но возьмем 35 в среднем. Теперь, как же себя проявит Cyberpunk? ДЛСС у нас нет. Конечно, RTX тоже не будет. Но вот посмотрим, как 1650 в 4 гига потянет даже без RT. Как в одном из... Ага. Ага, приехали. Ну, вот и поиграли, что называется. Ну, что-то на среднее, что-то на высокое. Ну, в общем, просто поставили пресет высоко. Мы потом так и будем тестить. ДЛСС, конечно, нельзя. Трассировки, понятно, нет. Давайте посмотрим, что получится. В принципе, окей. Многие из вас скажут, чувак, да это же 30 кадров. Да я бы с радостью душу бы продал, чтобы Cyberpunk поиграть 30 кадров. Ну, во-первых, это вот сомнительное удовольствие. Вы сами посмотрите. Давайте даже если я вот это размытие при движении, в принципе, выключу, то... Ну, это... Ну, ты понимаешь, ты бы смог так играть? Да, просто играть. Вот, и самое главное, что... Ладно, отбросим FPS, просто отбросим. Вы просто посмотрите, как выглядит сам Cyberpunk без трассировки. Вот на таких... Настройки-то высокие, на самом деле. Просто вы посмотрите, как он, в принципе, выглядит без трассировки. Постарайся, попробуй вот эту картинку отложить себе в памяти. И когда мы его на новом компе попробуем, вот, про что я тебе говорил, посмотри на глубину кадра вообще, насколько изменится картинка кардинально. Отправляемся на производство, будем думать, как же все-таки это прокачать, как это привести в должный вид. И, естественно, нам Антоха, надеюсь, поможет. Антох, спасибо, спасибо, что помог, ты же такой сильный. Как ты видишь, у нас сегодня два компа. Конечно, в розыгрыше участвует вот этот, именно он его заявил в комментариях. Этот он привез на всякий случай. Подумал о наших подписчиков. Вдруг, типа, нечего будет дарить, он не знал, что тут будет за прокачка. Сейчас посмотрим. Вот так вот. Ё-моё. В общем, здесь, на самом деле, как я и говорил, то есть конфиг очень, ну, сильный. В интернете, в общем, принято, что это мощный комп. Z490, 10700F процессор. Это уже очень хорошо. Жесткий, даже M2 SSD-шечка есть. То есть, все красиво. Но, как ты видишь, выглядит это все... Не совсем презентабельно, скажем так. Ну, короче, нам хочется лучше. Что мы будем прокачивать? Что мы оставим? Но так, чтобы вот как-то из них двоих сделать что-то одно нормальное для аудитории. Да, смотри, процессор мы оставляем. Материнская плата хорошая, но можно лучше. И, соответственно, это будет у нас Z590 под этот же Proz 11700. Да-да-да, мы его поставим на Z590. Мы туда поставим новый жесткий диск, это раз. Новый SSD-накопитель, это два. Тут 120. Да, это маловато, да. Видеокарту, естественно, под замену. Только RTX, только лучи и ничего больше. Только DLSS. Дальше. Вот этот пакетик мы тоже оставляем. Обязательно, потому что влага не должна собираться в корпусах. А ты его, типа, специально оставил? Или ты просто не снимал его после покупки? А? Забил? А мы не забьем и переставим его в новый корпус. В натуре мы тебе его в новый комнат перенесем. Да, и обложим лайтбарами. Также мы не поговорили с тобой про блок питания. Блок питания неплохой, но не для видеокарты RTX. Конечно, для RTX. И новой материнской платы. Да, новой материнской платы. Причем, что Z590 даст возможность перейти на 11-е поколение. В ближайшее будущее. Gen 4 SSD. Что даст Gen 4 PCI-Express. Да, что немаловажно. То есть можно будет ускориться просто до невероятной силы. Я думаю, что с 11-м поколением. Слово, какую видеокарту мы... Вот смотри, мы сэкономили на процессоре, получается. Неплохо, причем сэкономили. У нас уже есть 10700, это очень хорошо. Мы можем в видеокарту вложиться посильнее. То есть, видишь, пацан к успеху шел. И пришел. Я предлагаю поставить 2070 Super. О, еее. 2070 Super. Под нее мы, как раз, возвращаясь к блоку питания, мы поставим что-то на Watt 750-850. Это ты выберешь сам с голдовым сертификатом. Главное, чтобы был хоть какой-то сертификат. Потому что здесь... Здесь нет даже бронзового. Тут даже нет бронзового сертификата. И запас для апгрейда. Что немаловажно. Потому что Илюха будет уже клиентом Hyper PC и всегда может обратиться к нам в апгрейд-центр и со скидочками прокачать себе... Кстати, Илюха, у нас есть офис в Питере. И за апгрейдом, и за обслуживанием ты будешь обращаться туда. Но в Москву, в общем, ездить не придется больше. С чем можно охладить хорошо и качественно 11700, естественно. Hyper PC и Water Coolant 360 миллиметров. Да, и мы ее и поставим. Кстати, что с памятью? Здесь 16 гигабайт, но честно, я эту память не люблю. Ну и мы даже и не найдем такие модули сейчас, скорее всего. Да, и если подписчики, мы хотим сделать. Да, если даже Фронт Кенштейн будем любить, тут DDR3, здесь DDR4. Я думаю, круче же будет подписчикам подарить DDR4. Естественно. Поэтому давай новый комплектик какой-нибудь поставим тоже. Короче, я думаю, что 32 гига. Знаешь, опять сделаем универсальную машину для всего. На ней можно будет работать, даже профессионально работать с RTX Studio. И, естественно, играть во все вообще на ультрах. С DLSS. И даже DLSS позволит 2К вытащить. Теперь ты сможешь при желании обновиться на 2К монитора. Правда, у него, прикинь, у него Full HD 240. У нас вот здесь есть компьютер, который совсем не катит. В первую очередь, я думал, что мы перекинем вот эту видеокарту туда. Потом, когда пошла такая песня, что мы заменим и материнскую плату, BP-шник мы тоже здесь оставим. Какой, получается, смысл вообще нет? Смысла никакого нет. Что переставить? Соответственно, я предлагаю сделать отличный подгон. Процессор мы сюда можем поставить. Допустим, не обязательно какой-нибудь i9, i7. Что-нибудь попроще, да. Например... Ну, хоть что-нибудь. Да, 10-100. 10-100 это очень хороший процесс. Ребят, вы помните, мы делали апгрейд просто из поленев на i3-10100. Это обалденный процесс. С учетом, то есть, знаете, получается у нас выбор. Либо супер-доровище на третьем поколении, либо i3-10100. Да. В Z490 матери. Вы представляете, какой задел на будущее будет? Как мы все знаем прекрасно, что у некоторых вообще нет компов. Я уверен, что среди вас много тех, у кого вот нет даже такого. То есть, есть какой-нибудь ноутбук или вообще что-то супер старое. Ну, Ведьмака, конечно, не ПГ, но Майнкрафт, я думаю, в 40-50 загрузится. Илюх, в принципе, ты был не очень далеко. Объемы все ты знаешь. Теперь пошли конкретно по спекам. Поскольку самое важное в игровом компьютере – это игровая видеокарта, начинаем с нее. Ты уже знаешь, что у тебя будет 2070 Super. И сегодня у нас будет 2070 Super Gaming X3 от MSI. Вы, я думаю, уже достаточно хорошо с ней знакомы. Zero Frozer охлаждение вентилятора TorxFan 4.0. Она в простое не крутится вообще, не шумит. Ну, гнать, я думаю, ты ее не будешь. Хотя она может. У нее мощная цепь питания, хорошая питаловая, подсветочка, Mystic Light. Все будет синхронизироваться с материнской платой, если захочешь. Самое главное, что это не просто 2070, а супер. Повышенные частоты, увеличенное количество ядер. Супер. Поскольку комп и так у тебя вообще не слабый, достаточно мощный был, и материнская плата была Z490, MSI, говорит, надо, значит, ставить прям мощь. И почти что флагманская материнская плата MSI Mac Z590 Ace. Ты знаешь о всех преимуществах, которые я говорил раньше, потому что мы постоянно используем компоненты MSI. Ко всему тому, что есть, это всякие Wi-Fi 6, всевозможные степени защиты и так далее и тому подобное, здесь куча других мощных плюшек. Как всегда, много портов USB на задней панели, у тебя их сейчас всего 4, вот, теперь их здесь 6, но самое интересное, что 2 Thunderbolt, даже не 1, обычно 1 сейчас вставляют, их тут 2. Зачем-то еще 2 мини-дисплей порта, я не знаю, правда, зачем, но они есть. Зачем, Антоха? Кайфовать. Вот, Антоха говорит, чтобы кайфовать. 4, 4 слота для M2. 16-фазная цепь питания, естественно, чтобы ты свой будущий 11900K мог гнать вообще без каких-либо проблем. и чтобы ничего не страдало. Естественно, подсветка Mystic Light во всех нужных зонах, я так понял, ты подсветочку любишь, признаешь. Куда же в современном компьютере без подсветки? Ведь мы делаем компа не только для того, чтобы они стояли под столом и играли, а чтобы радовали глаз, это тоже очень важно. Оперативной памяти будет теперь у тебя 32 гига, все 4 планки тебе заполнены. И это будет, естественно, проверенный временем, самый надежный, очень быстрый Kingston Fury, чтобы ты еще больше теперь понимал и разбирался, скоро это будет везде, и чтобы вы тоже, если у вас есть такой вопрос, получили у него ответ, почему Kingston, почему Fury, куда делался HyperX Fury, куда делался HyperX Predator. Дело в том, что компания Kingston сделала ребрендинг, и подразделение HyperX, которое делал именно геймерские девайсы и геймерские комплектующие, они теперь переименовали его во Fury. Это то же качество, те же мощности, те же заводы, те же чипы Kingston, все осталось то же самое, только немножко поменяли брендинг. Теперь это называется Kingston Fury, а не Kingston HyperX. А модели Fury стала B-100, а Predator стал Renegade. Impact остался Impact, тоже качество, но подняли верхнюю планку частоты, теперь ее можно разогнать до 3733 МГц, естественно, поддержкой всех XB-профилей. Кстати, чего я очень долго ждал, и чего ты тоже любишь, подсветочка стала еще лучше. Теперь более плавная, больше зон, шик, блеск, красота. И M.2 SSD, надежный, быстрый Kingston A2000. Теперь у тебя будет не 128 гигов, а 500. И сможешь не одну игру, а уже побольше закинуть, если что-то где-то нужно, про быстро прогружать информацию. Естественно, система будет грузиться тоже моментально, как и любые приложения, которые стоят. Без жесткого диска мы, естественно, тебя тоже не оставим, поэтому Seagate Barracuda на 1 терабайт, объем оставим тебе тот же, но пускай будет новый, свежий, быстрый, и подписчикам достанется тоже твой жесткий диск, а то там вообще никакого бы уже не осталось. Процессор мы оставляем твой, ты уже знаешь, что охлаждать мы его будем теперь новой системой водяного охлаждения, Hyper PC Water Cooling на 360 мм. Трехсекционочка, чтобы был отличный запас на 11 поколение. Во-первых, ИС-10, у тебя был блок питания даже без бронзового сертификата, уже по нашей сложившей традиции, теперь будет V750. Голдовый сертификат, полностью модульный блок питания. Вишь, сколько весит? Мах! Мощь кулер-мастера! Тяжеленький. Конечно, тяжелый, мощный, надежный, тихий и долговечный. Как всегда говорю, все, что нам нужно от блока питания. Чтобы было больше подсветки богу подсветки... Конечно, самое важное. Самое важное, это фирменный лайтбар с RGB, адресной подсветкой. Ну и, конечно, задний вентилятор в будущем корпусе мы заменим тоже на цветной. Тихий, мощный и цветной. А куда мы все это поставим? И куда же? Вноси, Антох, в студию! Вот это единственное, что ты еще не видел. Вот видите, какой корпус? Я даже за ним не помещаюсь. Ты по роликам уже знаешь, как я уважаю серию H500 у кулер-мастера. За его две двухсотки на передней панели. И у нас уже в апгрейде был H500P. Теперь это просто элитный H500, H500M. Мы этот корпус используем в линейке энтузиастов в компьютере Beast. Я реально обожаю их. Огромная продуваемость. Full tower. Много пространства. Все очень удобно. Но главное красиво. Везде стекла. Закаленные стекла сзади, спереди. Даже на кабель-менеджменте не железная дверь, а закаленное стекло. У него даже, видишь, вот эта вот панель с портами. Даже она стеклянная. Вообще супер. Сверху закаленное стекло. Спереди тоже стоит закаленное стекло, но мы его заменим на решетку. Он идет в комплекте для более лучшей продуваемости. Очень приятно встретить подписчика, который следит за контентом. И поскольку ты смотришь, ты знаешь, как я люблю нестандартное расположение видеокарт. Это Razer. Никуда мы не пойдем без Razer Cooler Master. Поскольку у нас корпус Cooler Master, этот Razer позволит поставить очень красивую вертикальную видеокарту. Убрать ее максимально далеко от стекла. Она будет в родных, так сказать, слотах, только поперек. В общем, будет просто красота. В прошлый раз мы собрали на TD500, по-моему, компьютер. Очень стильно смотрелся. Но с твоим жирнющим конфигом это будет просто настоящая ракета. Вариант поучаствовать мне в этом деле. Антоха-то не против, если он поучаствует? Вот, Антоха говорит, не против. Поэтому, да, знаешь, типа, блогеры же собирают с нами какую-то часть компьютера. Вот, и ты поучаствуешь. Более вдвоем быстрее соберем. Так, ребят, в общем, из чего будет наша турбомашина, понятно. Илюха пока что еще по-любому не осознал и все это не прочувствовал. Сейчас все это дело будем вместе с Антохой собирать. А потом пойдем тестировать. Поехали! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И сегодня наш всеми любимый ведущий Артем хочет сказать вам пару слов. Всем уже просто плохо. Время ровно 12. 12 ночи. Ребята не спали больше 30 часов. Теперь, Антох, от лица всех хочу поблагодарить за проделанную работу. Спасибо, что у него рабочий день заканчивается в 6, если что. Так, ну, Илюха, в принципе, визуально его выключенный уже так видел краем глаза. Спасибо. Пока. Пошел. Знаешь, что у нас делать? Ну, вообще. Ну, вообще. Любая... Ох, как же классно. Лайт барчик. Вот так должен выглядеть современный игровой компьютер. Спасибо большое, парни. Прям слов нет. Всем классно, спасибо. А теперь давайте посмотрим, какие же вот теперь выдает он показатели в игре, не в игре и вообще на что он способен. А еще, а еще мы заведем, естественно, старый новый компьютер для вас. Совсем старый-старый не будем показывать. Заведем вам старый компьютер с i3 процессором 10-го поколения. И покажем, что вы можете выиграть, написав «хочу старый компьютер». Мы знаем, что помимо мощного и крутого компа, для комфортной игры нужны правильные девайсы. И в этот раз наш подписчик тоже не останется без крутых девайсов MSI. Клавиатура, как и в прошлый раз, у нас GK50 Low Profile. Отличная механическая клавиатура на слимовых свечах. Причем не просто на каких-то, а на каилах. Вся подсветка управляется с самой клавиатуры. Очень удобно. Очень приятный тайпинг. Я говорил, печатает на ней одно удовольствие. Ну а самое главное, ребят, это цена. За механическую клавиатуру с низкопрофильными свечами, с такой подсветкой чуть больше 5000 рублей. Это офигительное предложение. Мышка в этот раз MSI Clutch GM41 Lightweight. Самая легкая мышка в модельном ряде MSI. Это как у Гордея. Собственно, здесь весь сетап как у Гордея. На мышке есть все, что необходимо. Две боковые дополнительные кнопки. Кнопка смены DPI. Отличные белые тефлоновые ножки. И, как я сказал, минимальный-минимальный вес. И в этот раз есть даже игровая гарнитура MSI Immersive GH61. В них установлены 40-миллиметровые, то есть немаленькие, неодимовые динамики Onkyo. Встроенный ЦАП, усилитель звука. Виртуальный звук 7.1. Отлично работающий в играх. В кино очень хорошо посмотреть. Для музыки я бы не советовал, потому что без 7.1 басы на музоне здесь качают очень хорошо. Отличный качественный кейс. И дополнительные две амбушюры из другого материала идут в комплекте. Для удобства управления есть вот такой вот металлический пульт. Наушники работают как через джек, так и через USB. Все эти аксессуары есть в наличии в HyperPC. На все это будет, естественно, ссылка в описании. Ну а теперь переходим к тестам. С температурами, как всегда, все замечательно. За что я обожаю просторные и хорошо продуваемые корпусы Ocular Master. По процессору весь пакет, ну что не очень объективно, 70 градусов. Ну а ядра в среднем вот от 64 до 70, в зависимости от ядра, температура плавает. Естественно, как я и говорил сразу, ни хрена это вообще не слышно. Сейчас он под полной нагрузкой. И, естественно, я его слышу, потому что он стоит в 20 сантиметрах от моего уха. Но дома, в обычной атмосфере, если вы играете, вы никогда не услышите ничего, даже если у вас звук будет идти из колонок. Ну и стоит заметить, что компьютер достиг таких температур на стресс-тестах, простояв 40 минут. Естественно, вы ни в одной игре и нигде так компьютер не загрузите. Процессор в играх будет на 30-40% загружен и будет, скорее всего, не выше 50-55 градусов. Ну, видеокарту, да, конечно, до 70 градусов разогреть можно. Но при этом она крутится даже не на полные обороты. Но самое интересное, давайте посмотрим, насколько же выросли показатели в играх. Ну вот, и о чем я вам, собственно, говорил про температуры. Процессор в игре при загрузке в 30-35% 50 градусов в среднем. И видеокарта даже при полной загрузке 69. Я думаю, может быть, мы вообще все-таки откажемся от этих синтетических, никому не нужных тестов, где компьютер подвергается, ну, совсем неестественной нагрузке. Если вам нужны вот стресс-тесты все-таки оставить, то пишите обязательно в комментариях, чтобы я их оставил, а так давайте уже без них сразу в играх будем смотреть реальную обстановку. Что по FPS? Как вы видите, мало того, что в прошлый раз нам игра и объем памяти видеокарты не давал возможность поднять настройки выше средних, поэтому там было больше средних, чем даже высоких. Здесь все выставлено на ультра, как вы видите, все ультра высоко, и при этом у нас 80 кадров в среднем при учете записи. Ну, 70, сейчас до 70 просел, больше частиц, больше стало... Вот, свет пошел просто шикарнейший. Больше 70 кадров на максимальных настройках. А самое главное, что DLSS позволит играть даже на ультрах теперь в 2К разрешении. Ну, а если не на ультрах, то на очень высоких настройках с FPS больше 70 кадров. А теперь Cyberpunk. И начнем мы с тех же настройок, которые проверяли на прошлом компьютере, то есть с самых низких. Там у нас он еле шел в 35 кадров, здесь у нас твердые 100, 110. Поднимаемся на впечатляющие настройки, которые в прошлый раз убили нам просто всю игру. 65, до 70, да, 65, 70, 60, 70 кадров при учете записи с помощью видеокарты. А теперь включим трассировку лучей, хотя бы на среднюю. Естественно, уже все у нас включен DLSS. 75, 70, 75, 78 кадров, даже до 80 доходят на более открытых пространствах. Раньше он не мог позволить себе Full HD даже на низких настройках с комфортом, фреймрейтом. Теперь с трассировкой лучей, естественно, с DLSS, без него, конечно, такого количества кадров в Cyberpunk не добиться. Он может играть в 70, 75. Теперь он пройдет все игры, которые только захочет. Я думаю, что на этом компьютере дальше нет смысла смотреть. Вам будет гораздо интереснее узнать, сколько же FPS в старом компьютере Ильи, который получит один из вас. Ну, во всех играх, помимо Cyberpunk и RDR 2, на которых, ну, в которые, очевидно, на нем играть не очень комфортно. И на старом компе, ну, на стриме мы, конечно, подшаманим его, все будет красиво, чистенько. У нас в GTA 5 на максимальных ультра настройках, вот сейчас даже покажу, все, ой, е-мое. Все, все, все на ультра, со сглаживанием совсем. У нас больше 60 кадров. 65, 70, и в некоторых сценах будет даже под 80. Но это я сейчас еще игру записываю самой видеокартой. Без записи, конечно, было 80 везде. В среднем 120 кадров у нас без шейдеров. Ускоряем все. Оп, вот здесь хорошо будет, нормально. Соточка, а? 120 кадров в Minecraft можно будет гонять. Шикарно, по-моему. Если включим шейдеры... О, да, вот это совсем другое дело, совсем другая игра. Ну, 55, 60, где-то, может быть, можно графу подскинуть, чуть меньше чанков сделать, но все равно играется шикарно. Я в Warzone больше без наушников играть не могу, поэтому, блин, шикарный звук. Конечно, объем видеопамяти видеокарты нам не позволил открутиться сильно выше средне-высоких настройок. Так, это было мое отражение или нет? В средне-высоких настройках... Вот, лучше возьму эту. У нас больше 60 кадров. Я кого-то убил даже. Это хороший показатель. Если я на компе могу кого-то убить, все, комп пушка, значит. Значит, на нем вы можете нагибать просто невозможно. Да, современных технологий нету, DLSS нету, трассировки лучей нету, но зато вы вообще можете. В любые киберспортивные дисциплины, типа Dota, Counter-Strike, все это здесь будет работать отлично, Warzone, как вы видите, идет больше, чем в 60 кадров, GTA, GTA Online тоже, Rust и все прочее по-любому будет работать отлично. Причем, что вот Minecraft тоже видели с шейдерами, 55-60 с лишним кадров. Вот. Теперь вот он, самый мощный, старый компьютер в нашем шоу, и, ребят, я считаю, что уже за него стоит побороться. Ну и за апгрейд, конечно, тоже. Итоги. Ну что ж, друзья, мы на славу потрудились сегодня все вместе с вами. На часах уже 4 утра, и нам пора в больницу. А если серьезно, мы опять сделали просто потрясающую машину. Посмотрите, разница очевидна. Да, он был, ну, как бы и остается достаточно мощным и актуальным компьютером. И его получится один из вас. Условия будут прям буквально через секунду. Но посмотрите, что мы сделали. Это, я не знаю, я считаю, это очередное произведение искусства. А самое главное, что оно как и визуально, просто восхитительно, так и внутри все, как всегда, топчик. Вы сами видели результаты тестов и этого, и этого компьютера. Мне действительно хочется еще раз поблагодарить, во-первых, всех вас, что досмотрели этот ролик до конца. Очень благодарен тебе, Илюх, вам. Благодарен, что приехали и провели с нами этот день. И, конечно же, очень благодарен всем партнерам, которые вместе с нами помогают делать добро и вот дарить такие компьютеры людям. MSI, Kingston, Cooler Master, One Love. Ну, а теперь условия розыгрыша. Куда же без них? Как всегда, что нужно сделать? Самое главное, подписаться на канал. Если вдруг ты досмотрел до этого момента, не знаю, как у тебя вообще получилось досмотреть и подписаться, то подпишись прямо сейчас. Тут же сразу беги в описание и смотри, как открыть подписки на своем YouTube-канале. Вы, надеюсь, смотрите стримы и видите, что обязательно нужно, чтобы подписки были открыты. Иначе не выиграешь. И, ребят, вот в этот раз третье обязательное условие это в комментарии оставить свой способ связи. Честно, вы даже можете не писать конфиг. Уже хрен с вами. Но, конечно, лучше напишите, чтобы, если вы вообще меня уважаете, чтобы я знал, к чему готовиться. Илюха победил, и он на следующий же день получил свой компьютер. Никогда такого не было, чтобы все происходило так быстро. А почему? Потому что наставил комментарий. В итоге подписка. Открываем подписки и оставляем комментарий со способом связи. Все. А те, кто, ну, хотят попытать дважды удачу, или те, у кого нету компьютера, или у них ноутбук, пишите, хочу старый компьютер. И вот, что вы получите. Такого монстра не было ни разу. И неизвестно, будет вообще еще когда-то такое или нет. Ребят, обязательно участвуйте и верьте в свою удачу. Вот все. Кроме удачи ничего не нужно. Ну, а на сегодня наш ролик подходит к концу. Сейчас мы упакуем это Илюхе и поможем все положить. Я не успел. Вот, выключенный компьютер уже поехал. Ребят, с вами была команда HyperPC. Ваш ведущий Артем. И до встречи через неделю. Так, ох, сейчас я все это упакую. Кстати, знаете что, ребята, сегодня пришла такая штука. Ребята из МСАИ прислали нам небольшой подарок. Я его еще не видел, но это должно быть прикольно. Блин, какие крылья. Это лаки. Это, да, это фирменный зверек МСАИ. Вот такая штука теперь у нас будет красоваться в офисе. Как единственный здесь представитель, я это понесу сам. Со мной больше никого, кроме меня, не осталось. Ну, только оператор, конечно. И вон звукорежиссер еще сидит. Хотел, что думал, что мы такие с Машей, с Антоном будем стоять, махать вам рукой. Но, к сожалению, ни Маши, ни Антона со мной уже нет. Так долго не могут выдержать даже они. Все нормальные люди дома спят. Все. Спасибо вам огромное, ребят. Спасибо. Я прям в лох нет. Спасибо, что смотришь. Спасибо, что поддерживаешь, участвуешь. Продолжай все равно, чем черт не шутит. Два раза снаряд в одну воронку не падает. Говорят, что да. Ладно, все. Приятно было познакомиться. Очень приятно. Все, ребята. Еще раз. Счастливо. Да. Блин, как же жалко, что я один. Я так хотел махать рукой втроем. Ну, это было бы красиво. Пока, ребята, мне было очень приятно сделать вас счастливыми и помочь еще одному человеку. А теперь точно спасибо вот тебе огромное, что досмотрел до самого конца. Я сейчас себя чувствую так же утомленно и счастливо, так же, как в день, когда я вернулся от Сани из Рязани. На московский вокзал, поздно ночью, и уставший шел домой. Уставший, но счастливый, потому что помог еще одному человеку исполнить мечту. Пау!